rainbow english 6 класс первая часть учебник юнит 2 степ 1 и упражнение номер 2 задание и это электронное письмо которое ольга послала своим родителям из москвы прочитайте его и скажите какие из глаголов в нем правильные а какие неправильные то есть мы отдельно также сделаем вот такой как в виде двух колонок это будут правильные это неправильные если что откуда их понять да где правильные где нет напоминаю есть в английском языке деление на глаголы так скажем правильные неправильные они у вас в учебнике записаны в конце по моему кстати только во второй части вы их найдете виде таблички и там идет три колоночки получается неправильные глаголы они в прошедшем времени изменяются то есть у них будет ну часть то меняться вот полностью корень то есть там 2 3 формы будут отличаться а если глагол правильные то в прошедшем времени нужно будет просто добавить окончание иди то есть вот так и в принципе легко здесь будет уже увидеть если вы увидите иди то скорее всего но там есть некоторые исключения глагол у вас будет правильный но это мы потом все запишем давайте сейчас а ну смотрите я буду читать и заодно сразу выделяйте глаголы ну а потом уже мы их если что расставим в нужную колонку москва is wonderful yesterday we visited the city center and walked about the kremlin i took a lot of pictures soon i'll send them to you так секундочку но нам нужно не только я так смотрю прошедшее время нам нужно все глаголы выделять я просто видите увидела здесь будущее время но так секунду ну по идее мы должны его также выделить оценивать и увидим его заинтересовать пусть со сетковом павел третийков в準備е и закончился павел третийков нюхо сейчас я знаю в беде титриков collected злежа павел третийков рыб нюхо в сетрики ка москва в беде был на Окей, окей, этот мы тоже видели. Так, ну, здесь у нас выделены все-все глаголы, которые встретили, хоть в будущем, хоть в прошедшем, хоть в настоящем времени. Сейчас переведем и будем делать задание B. Какие формы неправильных глаголов в имейле, да, то есть в этом письме нам нужно будет написать первую, ну, я так вижу, и вторую форму, третью, так, третью вы, наверное, еще не знаете. В общем, первую и вторую, ну, мы сейчас посмотрим, мы их сначала расставим по колонкам и, если что, потом уже запишем вторые формы. Дорогая мама с папой, Москва чудесная. Вчера мы посетили городской, центр города и прогулялись по Кремлю. Я сделала много фотографий. Скоро я пошлю их вам. Днем мы все поехали в Третьяковскую галерею и провели два часа там. Теперь я знаю, что Павел Третьяков собирал русскую живопись или русские картины и дал, или тут в данном случае лучше подарил свою коллекцию в Москву как подарок. Нет, наверное, отдал, отдал как подарок. Это было давно. Теперь коллекция больше и богаче. Мы поужинали в гостинице, и сейчас у меня есть немного свободного времени написать вам. Вечером мы собираемся в Малый театр. Я думаю, визит, да, то есть посещение будет great fun, но очень занимательным, забавным. Странно, почему забавным, ну ладно. Так, и затем с любовью Ольга. Сначала давайте разделим по колонкам. Итак, первое, а у меня колонка тут не получится, ну значит я пишу regular, напомню, это правильные, regular verbs, а здесь будут и regular, неправильные глаголы. Итак, regular, ну у нас visited уже написали, то есть мы его, понятно, тогда записывать не будем, это вот у нас сюда visited. Так, смотрим. Следом у нас идет walked. Walked, видите, на идей заканчивается, но он тоже правильный. То есть вот он walked, затем неправильные. Глагол took, это и есть неправильный глагол. Он, кстати, стоит во второй форме уже. Затем drove, это неправильный глагол, это водить, он тоже стоит во второй форме. Spent, неправильный. Тратить или проводить, он тоже стоит во второй. No, знать. Это глагол неправильный, но он стоит в первой форме. Ну ничего, записываем все сюда. Collected, собирали. Это правильный, мы видим идей. Затем gave, это сюда. Глагол неправильный. Was, глагол неправильный, это его вторая форма. А вот is, я даже не знаю, как тут записать, потому что is, это то же самое, что у вас, только в первой форме. Ну давайте тоже запишем, да? Пусть все глаголы собраны будут в любой форме. Had, это глагол вот этот, кстати. Have, только во второй форме. Я не знаю, что делать в таком случае. Давайте had запишу, have запишу. Ладно, пусть так будет. Right, глагол неправильный. Он в первой форме писать. Так, тут вообще интересно, у нас идет continuous, то есть мы работаем с глаголом, ну go получается, давайте мы его все-таки сюда, вот в этой форме запишем, но потом надо будет еще отдельно писать. Ладно, это мы потом возьмем, то есть собираются, в данном случае перевод такой. Think мы уже писали, правильно? Нет, не писали. Think это думаю, это первая форма. И will be, это глагол, вот это то же самое, что was is, только это будущее время. То есть, ну я вот так записала, я прям все подряд, не знаю, как вам учитель скажет, может быть, повторов и не надо было записывать. Ну ладно, я уже все, чтобы там, если вдруг кто учитель скажет, все писать, чтобы у вас было все написано. А теперь смотрите, отдельно я, значит, буду делать уже задание be. Так, вот оно у вас, да, то есть написать первую, вторую форму. Итак, берем took. Take это первое. Давайте я вот так даже скажу за задание be. Так, а это задание было a. И поехали. Take это первая форма глагола took, это брать. Ну ладно, там в примере есть, но хотя стоп, почему в примере take? Если в примере, ааа, я тут не должна была took писать правильно. Хотя давайте тогда wizard это я тоже запишу, то не будет. Я в пример, то что в примере я вот получается тоже здесь написала. Ничего страшного. Так, take took, брать. Drive, первая форма ехать, там на машине, да, вести. Drive, вторая форма. Spend, это первая, spend, вторая, это проводить, там время или тратить. Know, первая форма, new, вторая, это знать. Give, первая форма, gave, вторая, это давать. Be, первая форма. Was или were, это вторая, вот в чем особенность. Но вот смотрите, вот этот глагол be в настоящем времени, он просто у нас вот таким бывает. То есть вот в этом и особенность, что я этот is, получается, никак не могу здесь вот в неправильных глаголах вам показать. Had, это то же самое, что это. То есть я их вот как раз рядом и запишу. Have, это первая форма. Had, вторая, это иметь. Write, первая форма. Wrote, вторая, это писать. Are going, нам are тут не нужно, нам с go работать. Go, это, хотя, а нет, у меня первую надо, да, то есть go, это ехать. Идти, went, это вторая форма. Think, думать. Вторая форма, довольно сложно пишется. Thought. И так, это думать. И will be, вот этот, если вы увидите, это опять же was и в. Это тот же глагол be идет. Поэтому, ой, я его, наверное, не буду писать, потому что вот просто, чтобы вы знали, will be, но это не первая форма, да, поэтому я первую тут не буду указывать.